МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии новостей Ольга Ряминин. Сегодня в нашей программе. У местной власти есть все рычаги для того, чтобы принять решение и, самое главное, потом нести ответственность. Депутаты ЗАГСобрания продолжают обсуждать закон о выплатах муниципальным чиновникам. Родина высоко оценила заслуги Карелийского фронта, отметил более чем 1400 наградами государства. С предстоящим праздником защитников Отечества и в первую очередь ветеранов поздравил глава Карелии. Секрет такой. Идешь в близлежащий магазин, покупаешь замороженные блины и быстро их разогреваешь. Секретные материалы или блинный день в телекомпании Сампо. Депутаты Законодательного собрания уже к следующей сессии подготовят новую редакцию законопроекта, который регламентирует выплату единовременного денежного поощрения выборным муниципальным чиновникам при увольнении. Напомню, накануне парламентарии отклонили законопроект, который предлагал отменить эти выплаты. По мнению большинства депутатов парламента, статью закона о денежных выплатах главам муниципальных образований, сельских и городских поселений и главам районных администраций в случае их отставки нужно сохранить. Как и все прочие работники при увольнении, они имеют право на такое пособие. Кроме того, муниципалитеты сами, без всяких новых законов, могут решать, выплачивать такое пособие руководителям при выходе в отставку или нет. Они также могут прописать соответствующие нормы в уставе своего муниципального образования и обсудить с жителями вопрос выплаты руководителям денежного поощрения. В любом случае, решать это должны в самих муниципалитетах, считают депутаты. У местной власти есть все рычаги для того, чтобы принять решение и самое главное потом нести ответственность. Почему мы у них это право забираем? Если человек, условно говоря, хорошо работал, но в бюджете нет денег, депутаты ведь ответственные люди, они не могут принять решение, которое не подкреплено финансами. На сессии в ходе дискуссии большинство депутатов согласились, что выборные муниципальные чиновники имеют право на денежное поощрение, если их работу положительно оценивают избиратели. И они отработали весь период своих полномочий. Однако сумму этого поощрения предлагают сократить с 10 зарплат до 5. Такую законодательную инициативу обсудят уже на следующей сессии. Сегодня в Сартовальском районе начались соревнования первого этапа Кубка мира по ралли-рейду «Россия-Северный лес-2015». Соревнования проходят под эгидой Международной федерации автоспорта. На торжественном открытии гонок на базе туристического центра «Черные камни» участников поприветствовал глава Карелии Александр Худиланин. К нам приехали спортсмены из 25 стран мира. И это не только представители европейских государств, но и автогонщики из экзотических стран, таких как Саудовская Аравия и Бразилия, для которых снег в диковинку. В Карелии трасса пройдет по живописным местам Сартовальского и Суаярского районов. Лесные дороги отличаются сложным трехмерным рельефом, придающим в зимних условиях уникальную остроту спортивной борьбе. Первый раз зимняя гонка здесь. Я думаю, что будет очень интересно, очень опасно. И характер трассы в Карелии, он очень и очень хорошо подходит для ралли-рейдов. Это будет быстрая гонка, непредсказуемая абсолютно. Поэтому нельзя делать прогнозы, кто победит. Много сильных пилотов. Трехмерность трасс, она, конечно, несет свои коррективы. Итоговый результат. Первый день. Гонщики участвовали в квалификационном заезде протяженностью 9,5 километров. Завтра им предстоит преодолеть уже 159 километров. А в воскресенье заключительный третий этап и еще один заезд на 159 километров, но уже в обратном направлении. Вечером 22 февраля состоится финиш и награждение победителей. Суммарно за три дня гонщики преодолеют более 350 километров. Подробности о состязаниях лучших автогонщиков мира смотрите в нашем выпуске новостей во вторник, 24 февраля. Когда демонтируют торговую пристройку «Пассаж» на проспекте Невского в Петрозаводске, по-прежнему неясно. А все потому, заявил главный судебный пристав Корелии Алексей Галкин, что формулировки судебного решения не точны. Пока демонтаж все время откладывают, а все, что могут делать приставы, это штрафовать владельцев «Пассажа» на 1 тысячу рублей. Главный судебный пристав сказал, что иск в отношении торгового центра «Пассаж» изначально был неверно составлен. В нем написано «Обязать демонтировать здание». А нужно было написать просто «демонтировать». Поскольку суд вынес решение обязать Мгуновых демонтировать здание, судебные приставы могут только штрафовать ответчика за неисполнение решения суда. Чтобы вычеркнуть из решения слова «обязать», истцы должны снова обратиться в суд. Несмотря на все сложности, приставы уверены, что эта затянувшаяся история все равно закончится таки демонтажом пристройки. Мы работаем со всех сторон равномерно, со всех фронтов. Как на Украине, окружаем. Невский «Пассаж» в кольцо возьмем, потому что... Я думаю, что мы до конца года все-таки своими силами придем к тому, что начнем, найдем ту организацию, которую будут демонтировать. Пока же, несмотря на решения судов различных инстанций, торговые помещения, принадлежавшие бизнесменам Гуновым, все еще сдают в аренду и принимают посетителей. Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации подвели итоги своей работы за минувший год. В целом, 2014 год назвали насыщенным событиями. В разных районах республики в поддержку этнокультурного развития коренных народов Карелии Министерство провело 72 мероприятия. Осуществляли проекты более 4 тысяч человек. Одним из основных имиджевых мероприятий прошлого года исполняющий обязанности министра Виктор Красножон назвал гражданский форум. Впрочем, даже небольшие проекты имеют огромное значение в деятельности министерства. Так, в рамках проекта по установке дорожных знаков и вывесок на национальных языках в селе Тунгуда, поселке Пиозерске и селе Михайловское появилось 6 дорожных указателей на карельском языке. Помимо достижений, Минас говорит и о проблемах, на решениях которых необходимо направить больше сил. Продолжает оставаться сложная демографическая ситуация среди коренных народов. Мы об этом уже неоднократно говорили. Мы считаем, что сложная демографическая ситуация среди представителей карелов, вепсов и финнов требует принятия дополнительных мер государственной поддержки, в первую очередь социально-экономического характера и занятости селения в местах традиционного проживания, что снизит миграцию населения в городскую местность и его последующую ассимиляцию. А сейчас коротко о других событиях в республике. Черные лесорубы лишили Петрозавод полутора гектаров леса. О нелегальной заготовке древесины на двух лесных участках властям карельской столицы рассказали жители района Куковка-3. На место происшествия с проверкой отправились городские зеленые. Экологам пришлось в срочном порядке вызывать полицию, потому что на одной из делянок они застали лесорубов в разгар работы. Полицейские задержали подозреваемых в незаконных рубках в поличных. В отделение пенсионного фонда поступили обращения о том, что по квартирам ходит мужчина, который представляется сотрудником пенсионного фонда. Самозванец заводит разговор о размере пенсии, а потом предлагает пенсионерам приобрести некий медицинский аппарат. Если человек отказывается покупать его, мужчина сообщает, что стоимость техники будут удерживать из его пенсии. Отделение пенсионного фонда по республике Карелия напоминает, что сотрудники фонда по квартирам не ходят, и обо всех подобных случаях необходимо сразу сообщать в полицию. Центр попечения проводит акцию, которая даст возможность и бездомным почувствовать дух масленицы. 22 февраля во время традиционного обеда для бездомных добровольцы Центра попечения будут угощать блинами всех желающих. Поделиться блинами с самыми обездоленными гражданами смогут и петрозаводчане. Принести блины для масленичного обеда можно в воскресенье с 12 часов до пол первого в приходской дом Еготериненского храма на улице Вольная. Необычное авто на одной из автостоянок Петрозаводска сфотографировали прохожие. Автомобиль, с виду напоминающий танк, стоит на автостоянке на Пряженском шоссе. У автомобиля явно кустарного производства есть гусеницы, башня и даже пушка. Внешне машина стилизована под легендарный Т-34. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудницы ГИБДД Петрозаводска решили необычным образом поздравить петрозаводских мужчин-водителей. Инспекторы останавливали автовладельцев и вручали им подарки. Удивлению, поначалу напуганных автомобилистов не было предела. За всем происходящим наблюдала наша съемочная группа. Взмах палочки сотрудника ГИБДД заставляет учащенно биться с сердца каждого автомобилиста. Требование остановиться выполняется беспрекословно. И многие, даже если знают, что ничего не нарушали, лихорадочно пытаются вспомнить, что же они сделали не так. Когда инспектор ГИБДД остановил вас, какая была первая мысль? Накосячил. Каково же было удивление водителю, когда после знакомой фразы «Предъявите ваши документы» последовала другая, совсем неожиданная, из уст инспектора ГИБДД. Алексей Анатольевич, разрешите от лица госавтоинспекции, мы впервые проводим такую акцию, поздравить вас с наступающим мужским праздником 23 февраля. Пожелать вам всего доброго, счастья, здоровья, успехов, благополучия семейного, хорошего настроения и во всем удачи. И подарить вам небольшой презент. Возите с собой и вспоминайте про нас. Спасибо. А поцелуй? Спасибо. Всего доброго. Таким необычным образом госавтоинспекция решила еще раз напомнить о безопасности на дорогах и поздравить мужчин-водителей с предстоящим Днем Защитника Отечества. Сегодня осчастливили тех, кто ехал по кольцу с древлянки на Куковку. Изначально шок, конечно, у водителей сразу за документами лезут. Потом начинаешь поздравлять, начинают улыбаться сразу. Акция действительно проходит впервые. Мы проводим ее по примеру массовых проверок на предмет, например, алкогольного опьянения, когда мы останавливаем максимальное количество транспортных средств и представляемся, буквально на две секунды задерживаем водителя, говорим цель акции и дарим ему подарок. В принципе, видите, сами мужчины довольны. В подарок мужчины получали корочки для водительского удостоверения или парфюм для авто. По мнению сотрудниц ГИБДД и самих автомобилистов, акция удалась. Мужчины, с наступающим праздником! В зале Карельской государственной филармонии собрались офицеры вооруженных сил и солдаты срочной службы, ветераны и участники Великой Отечественной войны, члены правительства Карелии и депутаты законодательного собрания, а также воспитанники Карельского кадетского корпуса. С предстоящим мужским праздником всех собравшихся и в первую очередь ветеранов поздравил глава Карелии Александр Худилайнин. В Карелии есть чем гордиться. Родина высоко оценила заслуги Карельского фронта, отметив более чем 1400 наградами государства, орденами и медалями. 145 героев Советского Союза были удостоены высочайшего звания. В этом году, в 70-летие победы, именно знамя Карельского фронта пойдет впереди парада победы по Красной площади. Глава республики также добавил, что по поручению президента России в Петрозаводске с сентября будущего года начнется строительство президентского кадетского училища. По завершении торжественного заседания был дан праздничный концерт, где звучали песни фронтовых лет. Наша телекомпания также поздравляет всех мужчин с приближающимся Днем Защитников Отечества. А накануне мужского дня не забудьте правильно проводить зиму с вкусными масленичными блинами. Так, как это уже сделала наша телекомпания. Грядущие выходные в Петрозаводске обещают быть по-настоящему праздничными. Гиперборейские гуляния сменятся масленичными. Ну а 23 февраля женщины поздравят своих мужчин с праздником. А на телекомпании Сампо праздник уже сегодня, причем два в одном. Женский коллектив поздравляет мужчин с наступающей масленицей. И 23 февраля. Ух ты! Пользуясь случаем, спрашиваю главного редактора. Секреты приготовления домашних блинов. Секрет такой. Идешь в близлежащий магазин, покупаешь замороженные блины и быстро их разогреваешь. Это на совсем крайний случай, когда очень мало времени и нужно что-то вкусненькое. А так я очень люблю делать на чистом свежем молоке блины. Делаю их очень тонкими. Они очень хорошо быстро пекутся. Потом, правда, с такой же скоростью съедаются очень быстро. Но я люблю именно тоненькие блины. Это вот мой конек. Пришла вечером, напекла блинов, чтобы порадовать наших мужчин, чтобы они помнили о нас, что мы о них заботимся. Заботились в ответ за нас. С 8 марта достойно. У тебя есть какой-то секрет? Нет, секрета никакого нет. Там настроение, желание и время. Любовь. Душа. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные Ой, блины мои, блины, блины масляные Очаровательнее ничего не придумать Я очень тронут А повару отменно спасибо Спасибо И тебя, Сереж, тоже поздравляю Пойди поешь Пойди На этом наш выпуск завершен Смотрите наши новости на сайте Сампо.тв А впереди три дня выходных Отдыхайте хорошенько Всего доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»